С вами начинать урок. Спасибо всем, кто присоединился. И прежде всего хочется поздравить с замечательным праздником, который приближается к нам, с Днем Независимости, и поддержать всех, кто празднует этот праздник, без всяких сомнений. Есть много споров о том, стоит ли говорить благодарную песню этот день в молитве, стоит ли говорить с благословением, стоит ли говорить без благословения. Представляете, что все эти споры совершенно излишни, они только затемняют то великое чудо, которое сделало Всевышний для нас, позволив вернуться в землю Израиля. Сегодня ворота в землю Израиля открыты для любого еврею, для любого, у кого есть право на возвращение. И только одно это уже стоит благодарности, благодарности Всевышнему за ворота и в Святую Землю, и в совершенно новую жизнь, и в новое понимание. И есть много критики в адрес государства Израиля, она, конечно, большей частью справедливая, но тут представляется, что всякий, так, Ефим мне говорит, что нету звука. Раз, два, три, раз, два, три, меня слышно? Да, слышно. Да, звук есть, отлично. Все. Тут представляется, что все зависит только от нас и от нашей позиции, от нашего участия всех, кто живет в земле Израиля, а тех, кто не живет в земле Израиля. Безусловно, если он хочет, чтобы было лучше, он должен приехать и активно принимать участие в создании высокодуховного государства, которое призвано, как мы знаем, стать светом для всех народов. Так что, Раф Цви Иуда писал о том, что есть много праведников и много мудрецов, которые сомневаются в этом, дне, и он называл это малостью, мелочностью, неумением увидеть глобальные процессы, происходящие во всем, во всем мире, прежде всего с еврейским народом, и сосредоточение на мелких проблемах, мелких недостатках, мелких недостатках. Он говорил, произносил тяжелые слова об адрес всех людей, даже тех, тех, кто привязан, не привержен Торе, если они не видят тех великих процессов, которые происходят с нами. Это такое небольшое введение. Теперь с Божьей помощью, с молитвой мы вернемся, с вашего разрешения, к нашей теме. И мы начали с того, что человек не может построить сам справедливый закон. И немножко поговорили о законах Торы. И мы обязательно к ним еще вернемся. И дальше мы взяли такую тему, которая у нас растянулась на несколько занятий. Это передача традиции от горы Синай, передача Божественного Откровения, передача пророчества, которая научила нас и пониманию высших миров, и, самое главное, жизненным правилам, настоящей, высокой, истинной справедливости и милости, которую человек не может постичь сам. И вот в плане передачи традиции от горы Синай мы с вами прошли через Раби Акива период восстания Барковой 132-135 год этой эры. Говорили о том, что он начал готовить устную Тору к записи и сформировал шесть разделов, шесть разделов, которые впоследствии называли шесть разделов Мишны. Говорили о том, что раньше Тору изучали в привязке к тексту, то есть комментировали строки Торы, предложения Торы, каждое предложение, каждое слово. Раби Акива оторвался от текста и определил темы, шесть тем, по которым был сформирован и разбит сначала, а потом сформирован и упорядочен закон. Я не буду напоминать вам все, как бы, весь наш прошлый урок, ни в коем случае. Хочу только напомнить, что эти шесть разделов, они называются, они называются, скажем, в переводе на русский язык, первый можно назвать посевы, и он относится ко всем законам земли Израиля. Второй раздел называется «Моэд», это праздники, и он говорит о законах праздничных дней. Третий раздел называется «Незиким», повреждения, определяет по принципу возмещения ущерба, ненесенному другому человеку, дальше раздел «Нашим», «Женщины», определяет законы брака и развода и чистоты семейной жизни, потом раздел «Бедушим», «Святое», определяет принципы принесения жертв, и, наконец, «Тогород», раздел, который занимается законами ритуальной чистоты и нечистоты. Вот как бы по этим шести разделам Раби Акива сформировал Мишну, то есть или точнее сказать, по этим шести разделам Раби Акива разбил закон и Раби Уда начал запись непосредственно как бы руками той работы, которую проделал Раби Акива и его ученики, прежде всего Раби Мейер, через которого пошло формирование Мишны. Теперь для того, чтобы продолжать говорить дальше нам нужно привести в пример Мишны, иначе наш разговор будет голословным. Давайте возьмем первую Мишну из трактата, первую Мишну из раздела «Зраим». Как вы помните первый раздел «Зраим» «Посевы» начинается с трактата благословений. В этом трактате благословения рассматриваются те благословения, которые человек произносит перед едой и заодно затрагиваются правила молитвы. Сейчас я пытаюсь сделать шер, для того, чтобы показать вам экран. И мы с вами посмотрим текст, который, может быть, некоторые из вас знают, но так будет для вас повторением, а дальше мы возьмем еще другие тексты. Когда читают Шма вечером? Мы знаем с вами историю, что следует читать отрывок Шма «Саэль» «Гошема «Гошема » один». Это отрывок Торы плюс то, что следует за ним. В тексте Торы несколько строк, которые следуют за ним. Следует читать «Утром и вечером». Это то, что нам сказала Тора. Мудрецы задаются вопросом, а что такое вечер, а что такое утро. Точнее они не сдаются этим вопросом вешне, они просто поясняют. Они говорят нам так, что вечером или вечером в смысле этого закона следует считать тот час, когда Кахена приходит и есть Труму. Мы видим, что здесь есть конгумерат обстоятельства, которые нам следуют утистить. И мы сразу понимаем, что фактически Мишна представляет из себя какой-то шифр. Нам не говорят, откуда из Торы вытекает обязанность читать эти слова утром и вечером слушая Израиль. Сразу говорят, как будто мы уже все знаем, что за закон, что за столь, откуда он вытекает. Нам сразу спрашивают, когда нужно читать. То есть не определив сам закон, начинает определять время. Это сразу указывает на то, что устная Тора, как была устной Тора и так, и осталась устной Тора. Невозможно взять какую-то трактацию Талмуда, переложить его перед собой и освоить все детали. Обязательно нужен учитель, носитель традиции, чтобы он пояснил тебе эти строки, этот конспект. Возможно, есть люди, которые каким-то образом овладели чтением Мишны и Гемары. Сегодня существует комментарий. Несмотря на комментарий даже, это очень трудно сделать. Нужен человек, который является носителем живой традиции. Ответ с какого времени читать Шма с того времени, когда ковены приходят есть труму. Почему ковены приходят есть труму? Видимо, они приходят вечером. Наверное, мы понимаем здесь, что речь идет о ковенах, которые стали нечистыми, и очищение происходит с вечера. Если человек стал нечистым, он опускается в миг, но он еще не чист, то нужно, чтобы закончился день. Вот тут мы понимаем, что день заканчивается тогда, когда на небе появляются звезды, и ковены, которые были нечистыми, а ковены с миг, они с этого момента приходят есть труму, то небольшое приношение, которое отделяют евреи от своего урожая для ковенов, отделяли, они приходят есть приношения, они должны быть в ритуальной чистоте. Значит, расшифровка этого момента, что с того момента, когда выходят три звезды, с того момента, когда выходят три звезды, читают шма, так мы могли сказать коротко. понимаем, что есть обязанность читать шма, мы должны заменуть втору, представить себе, откуда вытекает эта обязанность, дальше задаться вопросом, а что называется, во вторе говорится, когда ты ложишься, когда ты встаешь, ложишься, видимо, время идет о вечере, когда наступает вечер, когда корены приходят есть уму, после того, как они стали нечисты, потому что очищение, после оконания вмигу происходит, когда выходят три звезды. Вот, и все это следует держать в голове, для того, чтобы понять Мишну. До конца первой стражи, мы тут должны знать, что в древнем мире ночь делилась на три стражи, то есть, когда менялись караулы, и должны представлять себе, что ночное, должны представлять себе, что с точки зрения законы дневное время светлые делятся на 12 частей, и темное время также делятся на 12 частей, и независимо от длины дня и длины ночи, день делится на 12 частей, ночь делится на 12 частей, значит, конец первой стражи, если этих страж три, то конец первой стражи, это четыре часа, четыре часа ночи, значит, от выхода звезд до четвертого часа, до конца ночи, можно читать шуму, так говорит правиль язык, мудрецы же луночей, все говорят до полуночей, приходит Рамбанг Генглеэль и говорит до восхода утренней зари, не говорите, от Адаму до Шаха до столба зари, до первого луча, который выходит, когда еще солнце не появилось над горизонтом. И вот дальше говорится, рассказывается, что был случай, когда сыновья пришли с пира, они были заняты заповедью, выдавали кого-то замуж, или женили кого-то, и вот они пришли к пир и сказали своему отцу, мы не читали шмар, он ответил им, если еще не взошла заря, если еще не взошел первый луч, вы должны прочесть, то есть у вас не пропала обязанность, вы должны прочесть, еще это то время, когда читается шмар. боюсь вас утомить дальнейшими подробностями, надеюсь, что мы получили представление о Мишне, краткий высказанный мудрецов, иногда спор, который не разбирается, и мы с вами представляем, что сразу же после, скажем, того, как Раби Уда Наси ушел из жизни, сразу же началась работа по выяснению смысла Мишны, и эта работа продолжалась несколько лет, опять еще раз не отдаваясь подробностей, и сформировалась Гемара, развернута комментарии к Мишне, на несколько строк Мишны, иногда появляются здесь границ Гемары, тоже очень сложного текста, и там уже выясняются детали Мишны, и привлекается другой материал, чтобы выяснить смысл и границ применения закона. Это один пример, давайте возьмем все-таки еще один пример, несмотря на то, что я боюсь вас утомить, все же возьмем еще один пример. как всегда поднимается файл, а потом его очень трудно найти. Вот. Так. Окей. Это Мишна из трактата Баба Митция «Средние ворота», который занимается, входит в раздел «Незеким», «Повреждения», то есть тот раздел который занимается восстановлением имущественных отношений, ответственности за нынешение ухерба, определением права на имущество, как определяется право на имущество. Вот этот трактат Баба Митция, он также начинается неожиданно, без объяснения, начинается с такого момента. Двое людей держатся за Талит. Этот говорит «Я нашел», и этот говорит, «Я нашел», и этот говорит «Весь он мой», а этот говорит «Весь он мой». Решение, пусть этот поклянется, что ему принадлежит в этом Талите не меньше половины, и другой поклянется, что ему принадлежит в этом Талите не меньше половины, и они разделят Талит. Здесь мы понимаем, что спорное имущество делится пополам. Принцип такой, что спорное имущество делится пополам. Затем нужна клятва. Клятва нужна на тот случай, если человек, если один из увидел, как первый нашел Талит, и он подумал, почему же Талит должен принадлежать, ему пошел и спорился за этот Талит, и тогда клятва поможет нам вот в чем. Мы надеемся, считается, что люди боятся очень клятвы, боятся ложной клятвы, и даже если он решил, что у него есть право схватиться за этот Талит, потому что все равно Талит получил даром первый взял и нашел его, так я тоже присоединюсь к этому. Если он посчитал, что у него такого права, то клятву ложную он побоится дать, и возможно, что откажется. Если он откажется от клятвы, мы не будем считать его лжецом, потому что есть много правильных людей, которые откажутся клятся даже для того, чтобы отстоять свое имущество, бояться произносительного Всевышнего и предпочтут отдать свое имущество. Итак, мы здесь видим, что вводится принцип глобальный спорное имущество, когда ни у той и другой страны нет доказательства, когда и та и другая страна владеет этим имуществом, то есть оба держатся за талинт, оба схватили за него и держатся, он находится во владении обоих имущества, имущество делится пополам. И дополнительный момент контрольный это введение грядки. Здесь нам подскажет гемара, который разбирает эту мишну и мудрецы, который начинает выяснять смысл мишны, они нам сразу подскажут, что это в том случае, когда оба держатся за талинт, то есть оба, но у обоих есть право на это имущество физическое, это имущество находится во владении одного и во владении другого, тогда это имущество делят пополам. А если имущество находится во владении одного, а другой претендует на это имущество, у кого-то талинт лежит дома, он говорит, что это талинт мой или половина талинт этого моя, все равно но он говорит, что это талитумов допустим, то тут вступает в действие правило. Тот, кто хочет забрать у товарища, он должен привести доказательства. Итак, спорное имущество делится пополам, а тот, кто хочет забрать у товарища, он должен привести доказательства. Теперь разбирается дальше интересный случай. И этот говорит, талит весь мой, а этот говорит, половина моя. Половина талита моя. По тем или иным причинам я не претендую на весь в талит, я претендую на половину. Так говорят, тот, кто говорит, талит весь мой, пусть он поклянется, что у него в этом талите не меньше трех частей. То есть мы мысленно делим талит на четыре части и говорим, поклянись нам, что у тебя в этом талите не меньше трех частей. А тот, кто говорит, что половина моя, пусть он поклянется, что в этом талите не меньше четверти, не меньше четвертой части. Этот забирает три части, а этот забирает четвертую часть. Решение здесь понятно. То есть случай целого талита переносится на половину талита. Тот, кто говорит, у меня половина талита, он сразу переносится, он уступает половину талита и переносится полно половину талита. Вот эту половину талита делят пополам. И получается, что в случае, когда ни у кого из них нет доказательств, тот, кто претендует на весь талит, забирает три части, а тот, кто претендует на половину, забирает четверть, забирает четвертую часть. То есть половину талита поделили пополам. Дальше нам добавляют, что если, так далее, опять же, чтобы вас не утомить, давайте мы все тут будем разбирать. Посмотрим последнюю строчку, когда и тот, и другой признают, то есть они признают, что им принадлежит только половина, или они соглашаются прекратить спор и уступить половину, или когда есть свидетели, которые могут доказать, кому из них принадлежит талит, или кому из них принадлежит часть талита. Талит мы понимаем, что это только пример, так может быть любое имущество. И вот когда они соглашаются разделить, или когда есть свидетели, то делят без клятвы. Клятва не требуется. Теперь я хочу спросить вас, все ли понятно, или и получили ли мы с вами представление о Мишне. Слишком ли трудно для вас? Большая ли скорость? Все эти вопросы, пожалуйста, если можно, скажите мне. Первый вопрос. Давайте, может быть, проще. Возникли ли какие-то вопросы у вас? Я постараюсь на них ответить. Давайте мы пойдем по этому пути. Раджей, можно вопрос, да? Да, пожалуйста, да. Как это представить себе, что талит делим пополам? Как это реально представить? Либо физически разрезается, потому что талит – это кусок ткани, либо, скажем, если обе стороны согласны, или если этот талит невозможно разделить, то отдают, скажем, талит одному, а другому отдают половину, а тот ему отдает половину, должен отдать половину стоимости талита, или продают талит и деньги делят пополам. А тут нету, как бы, большой проблемы. Также можно разделить, скажем, животное, скотина, из-за которой спорят, его можно разделить пополам. Нет, ну талит, он как цельный, просто может быть действительно материальной компенсацией дать, очевидно. Значит, можно продать и разделить деньги пополам. Что-то есть еще спросить? Окей. Ну, ладно, хорошо. Будем считать, что все понятно, хотя я очень в этом сильно сомневаюсь. Но у меня только надежда, что мы получили с вами представление о Мишне. То есть мы теперь с вами можем еще раз сказать, что Мишна – это короткие высказывания мудрецов. Иногда между мудрецами есть противоречия, с тобой Мишне оно не разбирается. Далеко не всегда ясно, кто из них прав, в том смысле, по какому из мнений пойдет Галаха, какое мнение мы выбираем в качестве закона, о какой оставляем, так сказать, на заднем плане. Это не всегда понятно. И вот так вот шесть разделов, шесть разделов Мишны, короткие высказывания мудрецов. И мы уже с вами говорили, что, безусловно, этого было недостаточно. И в следующем же поколении, напоминаю, что Мишну записывали в 220 году, трудно сказать точно, в 219, в 221, это не важно, но в районе 220 года была записана Мишна, и практически сразу началась работа по выяснению ее смысла, восстановлению ее смысла, и сформировалась Гемара. Тут надо, наверное, сказать, что слово Тора означает учение. От этого слова, оно образовано от слова Яра. Яра, Ю, Дрэш, Гей. Слово Яра означает указывать путь. От этого же корня Ю, Дрэш, Гей, также образовано слово Морэ, Учитель. Морэ, Учитель, то есть учение Тора, а Морэ, Учитель, наставник, тот, кто указывает дорогу, Морэ. Теперь слово Талмуд, мы тоже переводим на русский язык, как учение, однако здесь это слово образовано от другого корня, от слова Ламад, Учил. Здесь больше подчеркивается процесс, процесс изучения, процесс рассмотрения. Если Тора – это учение в смысле наставления, то Талмуд – это учение в смысле процесса, процесса изучения. Слово Гемара, я напоминаю, что, так скажем, в простом определении мы называем Талмудом Мишну, вот эти короткие высказывания, и Гемару, то рассмотрение, которое впоследствии велось мудрецами и было записано, рассмотрение Мишны. А вот само слово Гемара, это арамейское слово, от слова Гмар, Гмири, учил, разбирал, рассматривал. Похоже на Талмуд, но есть тоже свой оттенок, как бы, можем сказать, подробное изучение, влезал в подробности к Мире. От этого слова образованы Гемара. И так еще раз, у нас есть Мишна, короткие высказывания, есть Гемара, рассмотрение этих коротких высказываний, и Мишна и Гемара вместе мы называем Талмуд. Теперь, после этого короткого напоминания, давайте с вами, я хотел с вами посмотреть такой момент, еще немножко, как бы, соприкоснуться с личностью Раби, с личностью Раби Антива, и заодно посмотреть, что Талмуд, он состоит не только из выяснения закона, но и состоит из Агадот, то есть, такой информации некоторого, скажем, духовного, можно сказать, эзотерического плана. давайте посмотрим интересный момент относительно Раби Акиба. Талмуд определяет роль Раби Акиба очень интересным образом в таком плане, что Раби Акиба сравнивается с Маше по своему уровню, по своей силе, и в каком-то смысле он даже превосходит Маше. Вот, как может человек превосходить, как может человек превосходить того, кто стоял на горе Сина и разговаривал со всемишним, через кого пошла вся Тора, давайте подумаем, посмотрим, попытаемся себе представить этот момент. И для этого, скажем, мы с вами откроем мы с вами откроем Агаду из трактата Миноход. Одна секунда. Открываем с вами Агаду из трактата Миноход. И в трактате Миноход на 29-м листе рассказывается, тут у меня не просто тексты Гады, а некоторые статья, я даже не знаю, стоит ли нам всю эту статью рассматривать, давайте мы с вами возьмем действительно Агаду. Агада на 29-м листе трактата Миноход, она нам говорит о том, что когда Маше поднялся на гору Синай, я просто вот еще самую Агаду листаю, научу, я вам ее предскажу, 29-й лист трактата Миноход, рассказывается, что когда Маше поднялся на гору Синай, он увидел Всевышнего, который сидит и занимается законом красной коробы. Мы хорошо знаем, что в то время, когда стоял храм, требовалось человеку очищение после прикосновения к мертвому телу или даже к тому, кто прикасался к мертвому, не будем вдаваться во все подробности закона, требовалось специальное очищение, очищение это производилось, когда на него брызгали несколько капель, после того, как он укунулся в мертву, на него брызгали несколько капель с пеплом, так называемой красной коробы, красная корова или ярко-рыжая корова, ее сжигали на Масличной горе напротив храма, и сжигали целиком полностью и пепел ее добавляли в воду. И этим пеплом брызгали человек, а после этого человек становился чистым. Все, кто приходили в храм в свое время, они проходили это очищение независимо ни от чего, на всякий случай, прежде чем зайти в храм, на них брызгали вот этой ковеной, брызгали этой водой, в которую было добавлено несколько крупинок пепла, пепло красной коробы. Сам по себе закон интересный, его можно рассмотреть, все, что, все законы, которые настораживают какой-то своей непонятностью, они становятся красивые и очень логичные, когда ты понимаешь их внутренний смысл, их метафизику. Но мы сейчас этим не будем заниматься. А мы только представим себе, что вот это пророческое видение, о котором говорится, Всевышний поднялся набору, Сына и увидел, что Всевышний занимается законом красной коробы, оно говорит о том, что мир требует очищения, что желание Всевышнего очистить мир, очистить мир от нечистоты для того, чтобы дать мир свет. И Маше понимает, что Тора, которое ему будет дано, учение, которое ему будет дано, оно будет как сила, как очищающая сила, которая поможет сыновьям Израиля очиститься от грехов и прежде всего от греха золотого тельца. Для этого потребуется помощь Всевышнего, усилие человека и, безусловно, помощь Всевышнего от желания Всевышнего очистить мир, очистить сыновей Израиля для того, чтобы дать им свой, для того, чтобы дать свой свет на иврите слово нечистый, на тамэ, оно близко к слову сатун, закрытый, а тагор чистый, прозрачный, то есть мы понимаем, что внутренний смысл очищения человека для того, чтобы он вошел в храм заключается в том, что человек должен воспринять свет Всевышнего, который есть в храме, он не должен быть закрыт от этого света, он должен быть открыт для этого света, прозрачен для этого света, но для того, чтобы люди были прозрачны, достигли прозрачности, так сказать, Всевышний готов приложить усилия, это понял Маше. Тут же в трактате в трактате Минокод рассказывается другая история, очень сильная и очень трагичная. рассказывается, что рассказывается, что Всевышний показал Маше будущих мудрецов Торы, и вот Маше увидел раби Акива, Акива бен Юсеф, и он увидел, что раби Акива выводит законы из текста, к сожалению, надо было просто мне выписать тексты Гады, у меня тут целая статья, поэтому текст не имеет большого значения, я вам просто перескажу. вот раби Акива сидит и увидел, что Всевышний сидит и привязывает как говорят венчики к буквам. Мы знаем, что при записи Торы над некоторыми из букв ставятся тонкие черточки, тонкие черточки их по-русски называют венчики, венчики на иврите это тагим, вот он Всевышний сидит и привязывает венчики. И Маше понимает, что это Тора, которая не будет дана ему, это Тора, которая дается рабе Акива, про которого говорят, что над кончика из кончика и из кончика над буквой Юд он выводил как бы тысячи и тысячи законов. И он спрашивает Всевышнего, если у тебя есть такой человек, дай Тору через него. И Рави, и Всевышний говорит Маше, есть один человек, он будет в конце нескольких поколений и зовут его Акива Бен-Юсеф. Что мы здесь можем понять? Мы понимаем, что эти венчики над буквами, они указывают на то, что буквы являются каналами для света Всевышнего. И Всевышний есть человек, и зовут его Раби Акива Бен-Юсеф, Акива Бен-Юсеф, есть человек, и через него Всевышний готов дать Тору, не только очищение, а Тору света. То есть есть Тора, которая очищает человека и готовит его к восприятию света, а есть Тора, которая уже дает свет, наполняет человека света. Может быть, и очищает, и наполняет светом сразу. И Маше как бы понял, что эта Тора, она выше той Торы, которой он получает. Ему дается Тора очищение, а есть человек, через которого Всевышний готов дать Тору и очищение, и Тору света, привнести в мир не только очищение, но сразу и наполнить его светом. Говорит, если у тебя есть такой человек, то дай Тору через него. Всевышний говорит, это будет через много поколений, то есть, когда люди будут готовы. И тут мы понимаем с вами, и Маше просит Всевышнего показать ему этого человека, лучше, подробнее показать ему человека, и вот он в видении попадает в школу Раби Акива. Раби Акива говорит вещи, которые Маше трудно понять, а он не понимает их, он успокаивается только тогда, когда Раби Акива говорит, все это закон, который идет от Маше. И о чем рассказывает эта Агада? Она рассказывает о том, что Тора есть Тора, и у Торы есть степени раскрытия. И, конечно, Маше была открыта Тора, как говорят, Маше поднялся на 49 ступеней ввысь, ему Тора была открыта как бы полностью и целиком, но тем не менее есть человек, который в восприятии Торы, может быть, в ее ощущении, в той силе, которую она дает ему, в силе молитвы, в силе самоотверженности слушания Всевышнего, он пошел еще дальше, чем Маше. Есть Тора, а есть ее восприятие. И этот человек, этот человек это рабе Акива, то есть его восприятие Торы, оно в чем-то выше, чем восприятие Маше. Та же Тора, Тора Маше, тот же закон, закон, который идет от Маше, но ощущение, оно полнее, сильнее и еще выше, чем было у Маше. Можно примерно представить себе, что если Тора Маше это свет от начала туннеля, то Тора Раби Акива это свет, который светит от конца туннеля, когда идут долго-долго по туннелю, начинает светить свет с того конца, вот это примерно Раби Акива, опять же, никакой новой Торы, никакого ее получения заново, но восприятие очень сильное и очень полное, в чем-то более сильное, чем у Маше. И тут вы помните, наверное, многие из вас помнят трагический конец этой истории, которая описывается в трактате Меноход на 29 листе. Маше говорит Всевышнему, ты показал мне его Тору, Раби Акива, покажи мне теперь, как бы, в пророческом видении, я увидел вот человека, который может привнести свет в этот мир, еще с большим успехом, чем я, говорит Маше, через Тору может привнести свет, покажи мне его награду. И тут Маше увидел, как римляне казнят Раби Акива жестоко, соскребают скребками кожу с его тела. И он спрашивает Всевышнего, это Тора и это Тора и это награда за нее и промолчал Всевышний. Я не дал Маше ответа, почему великий праведник света Чинира, в которого собралась Тора, как бы, весь свет Торы собрался и прошел через него, как через призму, и пошел в следующие поколения, еще с, как бы, с той силой света, с которой он принес эту Тору. Всевышний не дал Маше ответ, не дал ответ Маше на этот вопрос, так же, как он не дал ему ответ на вопрос, почему есть праведник и он страдает. То есть эти агадот, они показывают нам, как бы, такую центральную роль Раби Акива в передаче Торы, и не только в передаче Торы, а в раскрытии ее силы. Недаром в учении Раби Акива постоянно подчеркивается момент сердца. Если Раби Ишмаэль представляет себе Тору, как искры, которые вылетают, когда молоток бьет по скале, то Раби Акива представляет себе Тору, как воду, которая протачивает камень, протачивает камень, пробивает его насквозь. Раби Акива, который однажды увидел, как вода, капая из источника, она пробила камень за много лет, то он сказал, если вода, которая мягкая, пробивает камень, то Тора, которая похожа на железо, она тем более может пробить сердце человека. Вода пробивает камень, а Тора тем более сможет пробить сердце человека. То есть мы видим из этого высказывания, что для Раби Акива самое главное было это восприятие Торы, это реакция человека, восприятие Торы всем сердцем, всем сердцем. Это то, что мне, скажем, подчеркивает Алмуд про него. Интересно, может быть, скобках можно заметить, что мы с вами говорили, что у каждого мудреца есть какая-то идея, которая отражается в его учении повсюду, в его высказываниях и в тех законах, которые он раскрывает, скажем, ту грань закона, которую он раскрывает. И вот про Раби Акива в трактате Сукот рассказывается, что он однажды зашел в Бейт-Кнессет, пришел в Бейт-Кнессет Сукот с огромным итрогом. Мудрецы говорили, что итрог должен быть такого размера, чтобы его можно было взять в руку. А Раби Акива принес итрог на плече. Ему сказали, Раби Акива, не все большое, это красивое. Раби Акива ничего не ответил, он промолчал. Но что мы можем понять, зная Раби Акива, зная его намерения, направленность, его школу, мы можем понять, почему он пришел в синагогу с итрогом, который можно было нести только на плече. Итрог символизирует чистое сердце человека, и для Раби Акива сердце должно быть большим, чтобы оно вместило всю Тору. Есть книга, которая называется «Буква Раби Акива», и в этой книге Раби Акива подчеркивает, что Тора начинается с буквы «б», а заканчивается буквой «ламет», и если читать наоборот в обратном направлении, как бы дошел от начала до конца и потом прочитал Тору с конца до начала, у тебя получается «лев», сердце, то есть для Раби Акива важно, для него не случайно то, что первая буква «б», а последняя «ламет», и в обратном направлении получается сердце, для него он подчеркивает этот момент, мы понимаем, о чем мечтает Раби Акива, о том, чтобы сердце человека вмещало в себя всю Тору. Скажем, теперь у меня есть еще для вас еще одна тема, прежде чем мы двигаемся дальше, я также хочу вас спросить, есть ли какие-то вопросы, что-то набралось, что-то хочется спросить, пожалуйста, я к вашему услугу, то есть на то, что смогу ответить, у вас могут быть такие вопросы, что я не смогу ответить, то, что могу ответить, пожалуйста. я смотрю, что не вижу, по крайней мере, Михаэля Калмановича, у него всегда есть вопросы, он меня в этом плане всегда выручает, всегда помогает сориентироваться, что непонятно, что нужно дополнить. хорошо, ладно, если нет вопросов, есть еще один ход, который я с вами хотел бы сделать, прежде чем продолжить вот эту тему передачи. соотнести Мишнетера Рамбама и Талмуд. Очень хороший вопрос, вы, конечно, сбегаете вперед, но хорошо, что вы спросили. Рамбам, который родился в 1140 году в Испании, поставил своей целью переписать Талмуд, который записан, как мы с вами понимаем, споры мудрецов. Если в Мишне вообще непонятно, по кому идет Галаха, по кому идет закон, то в Гемаре это может быть понятно, но требуется большое выяснение для того, чтобы определить, по какому из мудрецов идет закон. Рамбам поставил перед собой целью переписать Талмуд в ясном виде, не как споры, он хотел решить все споры мудрецов, или то, что решить, а определить, определить, как решается тот спор, прошел по всему Талмуду, по всем законам, учел в некоторых местах и Иерусалимский Талмуд, о котором мы с вами будем говорить, я немножко говорил о нем, дальше вернемся еще подробно, и написал труд, который называется Мишне Тора, как это можно перевести, скажем, повторение Торы, может быть, отображение Торы, или у этого Торда второе название Яд Хазака, сильная рука, то, что он хотел дать ибейскому народу, это свод законов, Талмуд, но в ясном виде, и в общем-то Рамбам ставил перед собой задачу дать книгу, которая заменяет Талмуд, задача вроде бы легитимное из неясной книги сделать совершенно ясный свод законов. В общем-то, он справился с этой задачей, однако его труд многими мудрецами был воспринят в штыки. Они не захотели принять принять свод законов, первый, второй, третий и так далее от начала и до конца, вместо книги, которая рассматривает закон, вместо книги, в которой есть споры, в которой есть неопределенность и неясность, в которой есть взгляд с разных сторон. они захотели принять эту книгу. Как всегда в спорах, споры должны вестись корректно, как мы понимаем, и не всегда это бывает достигнуто. И поэтому скажем, в 1200 году, где-то может быть несколько позже, труды Рамбама были сожжены в Париже около той самой церкви, которая сейчас горела. В этом немалая доля вины мудрецов Торы, которые протестовали и которые обратились к властям, к нееврейским властям с критикой Рамбама. В результате труды Рамбама были сожжены через некоторое время на том же месте, где сожгли Рамбама, сожгли Талмуд. И многим стало понятно, что это не метод полемики обращаться к чужим властям. Один из противников Рамбама Рабейну Йона, великий мудрец Рабейну Йона раскаялся в этом и написал книгу Раскаяния, которая называется «Шарей Чува» «Ворота Раскаяния». Раби Ихиэль и еще несколько мудрецов решили оставить Европу и переехали в землю Израиля после этого случая, после сожжения Рамбама. Рамбам не был принят в качестве вот такого закона, беспрекослованного, неоспоримого закона. Впоследствии рабе Йосеф Коро, я боюсь, что мы забегаем вперед, но что делать? Впоследствии рабе Йосеф Коро в 15 веке, в начале 15 века, он решил составить труд, который будет по крайней мере ориентиром в законе для всех общин Израиля. И возник, как вы знаете, шелка на рук, накрытый стол. И эту книгу Йосеф Коро писал на основе Рамбама, Маймонида, но не только. Он учитывал почти современника Рамбама Рабейну Ашера и его сына Бааля Турим. Рабейну Бааля Турим. И как бы на основе этих трех трудов, часто решая вопросы по большинству, смотря как относится Рамбам, как относится Рабейну Ашера, как относится Бааля Турим к этому спору или к тому иному спору, Йосеф Коро решал закон. И он написал книгу, которая называется Шухана Руха, она также сделана как закон, то есть запись закона, не спора, а запись закона. Однако Йосеф Коро не принадлежал на то, чтобы не учили, Талмуд, так его книга заменила Талмуд, Рамбам претендовал на то, чтобы его книга заменила Талмуд. Йосеф Коро не претендовал на это, и Йосеф Коро его книга Шухана Рух была принята как основная книга, из которой выводится, по которой изучается закон всеми общинами Израиля. Тот урок, который можно извлечь из этого, что закон Торы очень трудно свести к конкретным постановлениям. Всегда нужно, даже если, скажем, даже если ты знаешь закон или даже знаешь в какую сторону, как бы, по какой линии идет закон, то ты должен знать и другое мнение, и противоположное мнение. То есть здесь есть несколько мнений, ты должен знать все в противном случае, ты не будешь знать границу закона, ты не будешь знать характер закона, ты не будешь знать, как пользоваться законом. Поэтому очень интересна книга, прекрасная и замечательная, которая вошла в еврейский народ, как одна из книг, можно сказать, одна из основных книг Мишне Туа, она не была принята вместо Талмуда. Идея Рамбама Маймонида заменить Талмуд была отвергнута. То есть любой вопрос должен рассматриваться с нескольких сторон, всегда важный мнение, взгляд с нескольких сторон, не только для того, чтобы определить, кто прав, а кто неправ, а и для того, чтобы понять вычинить грани самого закона и понять область его применимости. Для этого нужно и второе мнение, иногда и третье мнение, несколько мнений для того, чтобы понять закон. Вот такая ситуация, если коротко повторить, Рамбам и Дамишне Тура, книга, которая не была принята в качестве основного закона, вместо Талмуда, и Иосиф Коро в начале 15 века составил Шуха на рух, накрытый стол, который, да, стал основной книгой закона по двум причинам. Он не претендовал заменить собою Талмуд, наоборот, предполагал, что изучение Талмуда необходимо, только тогда можно понять и его книгу, накрытый стол, и при составлении закона Иосиф Коро исходил не из одного мнения, не только из своего мнения, а исходил из мнения трех авторитетов, включая того же Рамбама, Майманида, Рабейну Ашир, Бааля, Турим, исходил из их мнений и таким образом как бы скажем составил труд другого характера, чем Рамбам. Вот это то, что можно сказать предварительно, к сожалению, скажем очень быстро, хотелось бы этот вопрос изучить подробнее, но может быть нам удастся к этому еще вернуться. Окей? Спасибо. Что-то хочется еще спросить? Если нет вопросов, тогда скажем еще одна тема, может быть она несколько параллельная, хотя мы тему передачи закона и вообще традиции от горы Синай далеко не исчерпали с вами, тем не менее хотелось бы посмотреть такую параллельную ветвь, как передача передача скажем если так можно сказать из поколения в поколение и из поколения в поколение в письменные туры. Вот мы помним, что один из принципов веры Рамбама он гласит, что я верю полной верой, что та Тора, которая есть у нас, это Тора, которая была дарована Маше. То есть кроме устной традиции как мы понимаем с вами существует письменный текст и его тоже было необходимо сохранить в двух планах. Сохранить как буквы, если так можно сказать последовательность букв и слов записанных на пергаменте, а также правила прочтения, потому что ни для кого не секрет, что в нашем тексте нету гласных, нету гласных звуков, и они не записываются. А от того, какой-то, как мы сегодня говорим, от того, какие ты проставишь огласовки, какие ты проставишь точки, скажем, под буквами, означающие гласные буквы, которые, опять же, в Торе не записываются, или, скажем, от того, как ты прочитаешь слово, с какими гласными ты его прочитаешь, зависит смысл. Например, если мы возьмем последовательность букв хэд, лами-два, то мы можем его прочитать с вами как халав, молоко, или как хелев, как жир, внутренний жир, который есть у животного и запрещен для употребления в пищу. Как понять? У нас есть последовательность букв «Хав, хэт, ламет, бет, как нам ее читать?» И здесь помогает только традиция. И вот нужно было передать и без искажения сам текст, и нужно было передать без искажения правила прочтения текста из поколения в поколение. Эта передача, скажем, начинается с того, что Маше, в общем-то, в последний день своей жизни, он дописывает Тору и раздает каждому колену свиток Торы и вместе, скажем, с этим один свиток, то есть 12 свитков он раздает каждому колену, и один свиток он кладет в мешкане, в переносном храме, как основной, как свидетельство, кладет его рядом с ковчегом завета, по некоторым мнениям, прямо в кончег завета кладет этот свиток Торы, и таким образом начинается передача свитка Тора из поколения в поколение. И мы в книге Иошуа мы с вами видим такую фразу Всевышний говорит Иошуа пусть не отходит книга Торы это от уст твоих. И размышляя над днем и ночью, как книга может не отходить от уст. Понятно, что ты должен хранить книгу саму, и ты должен хранить голосовки про правила прочтения гласных букв. Иошуа становиться первым источником передачи, первым звеном передачи самой Торы из поколения в поколение. Поэтому в трактате Перкеа вот говорится, Маше получил Тору Синая и передал ее Иошуа. Может быть, это не единственное значение этой фразы, но в общем-то основной момент Иошуа стал ответственным за передачу Торы как свитка и правила его прочтения из поколения в поколение. Мы понимаем, что Тора передавалась на протяжении больше 3300 лет, и на всем этом протяжении делались копии со свитков, и поэтому должны были существовать определенные правила, как переписывается свиток Торы. И в народе с самых давных времен возникла профессия перечипетчиков свитков, которые назывались софрим, те, кто переписывает свитки. Они не только переносили текст пергамента на пергамент, но и помнили гласные звуки, не отраженные непосредственно на пергаменте. И первым из таких переписчиков был сам Яшуа. Яшуа передал Тору, старейшину, как мы с вами читаем в Перке Яшуа. Мы понимаем, что после разрушения храма в 422 году сыновья Израиля попали в Вавилон, они принесли с собой свитки. Мы помним с вами, что в Вавилоне по пророческому повелению был изменен шрифт Торы, перешли от то, что называют по-русски круглого шрифта к шрифту Ашури, тому шрифту, который мы сегодня с вами пользуемся на печати. Сейчас я попробую вам показать. Интересно, что скажем, что я тут должен сделать. Секунду. Интересно, что скажем, самаритяне, которые опирались на тех, кто не был в Вавилонском изгнании, у самаритян, которые сохранились до сегодняшнего дня, у них есть свиток Торы, и этот свиток Торы записывается сейчас, секунду, секунду, да, и этот свиток Торы записывается круглым шрифтом, который был в первом храме. То есть в Вавилоне произошла замена шрифта с круглого на шрифта Шуи, а самаритяне, не бывшие в Вавилонском изгнании, и в общем-то не принявшие традицию, в большей степени, скажем, принципиально не принявшие традицию, они как бы сохранили Тору, но записывают, в ней есть изменения, безусловно, потому что у нее нет такой традиции переначи, и записывают они ее круглым шрифтом. Как нам сейчас это сделать? Делаем. Пытаемся сделать, по крайней мере. Вот я ищу для вас свиток Торы самаритян. Если вам видно, я очень рад. Самаритяне живут на горе Герезим сегодня, остаток их, это небольшая секта, когда-то чуть ли не миллионный народ, они превратились в небольшую секту. И вот это их Тора, похожая как бы на нашу Тору, но мы видим, что буквы на ней, буквы записаны круглым шрифтом. Итак, в Вабилоне меняется шрифт, однако не меняется, не исчезает, не прибавляется ни одна буква в Торе, меняется только сам шрифт. Да? Вот. секунду. Окей, еще немножко, еще секунду, и мы с вами остановимся тогда. основным из тех, кто, скажем, так сказать, приносит Тору правила ее записи и огласовки, приносит ее из Вавилона, является Эзра, Эзра, которого называют Асофер, именно потому, что он, так сказать, был специалистом в записи Торы, в том числе и записи Торы новым шрифтом Ашури. И вот для того, чтобы не вкралось ошибок в текст Торы, Эзра устанавливает строгие правила переписки Торы, и каждый, кто пишет Тору, а мы знаем, что, в общем-то, на каждого из сыновей Израиля распространяется обязанность записать Тору в течение своей жизни написать свиток Торы, и начали писать Тору, Эзра, понимая, что есть много людей неграмотных, много людей, которые плохо сохранили традиции, он потребовал, чтобы всякий, кто написал Тору, приносил ее на проверку в храм. И это правило действовало на протяжении сотен лет, если ты написал Тору по всем законам и так далее, ты большой молодец, но ты должен обязательно принести ее в храм. За счет этого в условиях второго храма, когда не всегда была большая грамотность, Тора сохранилась в ее неизменном виде. И вот традиция записи Торы и традиция огласовок Торы передавалась из поколения в поколение устно, и были целый ряд специалистов, имена которых мы не всегда с вами знаем. То, что мы можем с вами сказать, можно сказать, что это мероприятие Эзра, возвращаясь немножко назад, оно требовало и финансирования, и на это было финансирование. Мы не всегда знаем имена людей, которые хранили эту передачу традиции Торы, можем сказать, письменные Торы из поколения в поколение, но возникло целое движение, которое называлось Масора. Люди учили, учили подробно законы, и один из мудрецов Масоры, мы знаем его по имени Накай, он живет в период восстания Барковбы и также занят сохранением песенной Торы, как радиоакивы занят сохранением устной Торы, Накай, который вынужден бежать из Израиля, он хранит традицию передачи письменной Торы, письменной Торы и огласовок, я говорю условно, чтобы не вдаваться в подробности, передачи письменной Торы. От него последовала целая плеяда учеников, тьма и и но в скажем в эпоху владычества ислама стало как бы трудно передавать традицию устно и родилась в Твери у двух мудрецов, которые являлись носителями массоры, носителями традиций, родилась идея записать полностью свиток Торы проставить огласовки. Такой свиток не годится для чтения в синагоге, но он будет, по их мнению, являться основой для правильного прочтения Торы. Невозможно передавать традицию устно и принято решение записать огласовки. Это где-то X век в Твери живут два человека, которые составляют свиток, опять же, непригодный для чтения в синагоге по двум причинам. По причине того, что к Торе присоединены пророки и по причине того, что там проставлены огласовки в том свитке, которые они делают. И мы знаем имена этих людей. Один из них Аарон Бенашер, а другой Маше Бен Нафтали. Это мы говорим о конце X, начале XI века. Оба они живут в Твери. Еще раз Аарон Маше и Маше Бен Нафтали. Да, пожалуйста, Ефим. Нет, просто где? В самом Израиле, да? В Твери. Оба живут в Твери и оба заняты этой работой. Более того, они противопроставляют то, что называется знаки контиляции. Как мы с вами представляем, есть система запятых, так сказать. Только запятая она не одна, а есть сильные запятая, есть запятая с повышением голоса и так далее. и вот эти запятые, которые определяют интонации и паузы, они называются знаками контиляции. И оба они записывают и огласовки по всему Танаху и знаки контиляции. Да, вот. И дальше эти два свитка, они служат для евреев всего мира таким контрольными экземплярами. Опять же, Арон бен Ашер, напоминаю, и Моше бен Нафтали. Всего два свитка, на которых основывается традиция передачи Торы и, теперь уже можно сказать, и пророков, письменной Торы и текстов пророков из поколения в поколение. Да, и вот мы как бы с вами представим себе, что мы с вами исследователи, так вот мы обнаруживаем с вами, что один из свитков находится в Сирии Арамцова и хранится там в синагоге в Арамцова в Сирии. И в 1947 году, когда начались антиеврейские волнения, этот свиток очень сильно пострадал при пожаре. Не сильно, скажем, а пострадал. И исчезла в синагоге. Слава Богу, он появился потом в Израиле и хранится в настоящее время в Национальном музее Израиля. Мы знаем такой дом книги отделения Национального музея Израиля. Там хранятся свитки и там хранится свиток, который был в Арам Цовару. Это свиток Маше Бен Нафтали. Другой свиток, выполненный по школе Арон Бен Ашер, он известен как Ленинградский свиток. Ленинграда, может быть, уже нет, а по всему мире, как бы, те, кто занимается этой проблемой, этот свиток известен как Ленинградский свиток, потому что он находится в Ленинградской библиотеке. Он попал в Ленинградскую библиотеку из библиотеки барона Гинзбурга, который занимался собиранием еврейских свитков. Как он попал барону Гинзбургу, неизвестно. И по нему, по этому свитку было сделано издание Масадом Равкука. То есть, как правило, как правило, свитки, как правило, все, что печатается, это сверено со свитком Маше бен Нафтали из Арам Цова. Но Масад Равкук в последнее время издал свиток по Ленинградскому свитку. Итак, мы с вами теперь знаем тайну или, по крайней мере, то, что мало кому известно, как передавалась письменная Тора, в том смысле и сами буквы, и правила прочтения, как это передавалось из поколения в поколение. Основные точки, как мы можем представить себе, это Яшуа, это Эзра Асофер, это Накай, имя, которое мы знаем, движение Масора, и Арон бен Ашер, и Маше бен Нафтали, десятый, конец десятого века, Твери, два свитка, о судьбе которых мы с вами поговорили. Здесь я хочу остановиться, если есть вопросы, пожалуйста, я могу даться. Так сегодня в Эйтнессете и конселяция вот по этому свитку, да, пользуясь чтением Торы, и всегда стоит на Баме стоит ведущий и ее, так сказать, консилирует при чтении Торы и Паршанова. Да, это соответствует, это соответствует свитку Арамцова, Арамцова это город, место в Сирии, где была еврейская община, в Сирии были несколько крупных еврейских общин, общин Халим, Арамцова, другие общины. Вот в Арамцово хранился этот свиток до 1947 года. В 1947 году он попал в Израиль и все издания сверялись с ним. Если вы, то есть тот, кто стоит в синагоге и читает со знаками кантилляции, он выучил эти знаки кантилляции по печатному тексту, а печатный текст сверен со свитком Арамцова. Между обоими свитками очень мало расхождений, и это расхождение только в знаках кантилляции. нет расхождения в буквах там, скажем, расхождения в знаках кантилляции. Они отразили какие-то ветки традиции, которые нам сейчас уже неизвестны. Вот это наш стандарт, наша как бы наша Тора передача, Тора из поколения в поколение, и я не знаю, что бы с нами было, если бы эти два свитка не сохранились, потому что мы понимаем, что если передача устной Торы в плане такого Мишны и Талмуда это было массовым явлением, когда им занималось множество мудрецов, и к нему присоединялся весь еврейский народ, то передача свитков и правила чтения свитков это было делом отдельных людей. Еще раз как бы на ваш вопрос все основные издания и тот, кто читает синагоги, он читает по свитку, как бы по книгам, которые сверены с Арамцовым. Окей. Вопрос еще можно, если позволите? Да, пожалуйста. Смотрите, Танах он переведен на многие большинство языков мира, особенно после книгопечатания, реформации и так далее. Талмуд, кроме русского, и сегодня он переведен на японский язык. Какие еще языки Талмуд переведен? Или он все-таки чисто наш внутренний документ? Я, честно говоря, не очень в курсе, на какие языки переведен Талмуд. На мой взгляд, перевод Талмуда это вещь довольно бессмысленная, потому что этот текст закрытый, правила прочтения, которые нужно знать. Я вот точлю, японцы перевели именно понять, так сказать, суть интеллекта еврейского. Статиции они перевели. Это их японское дело, что они перевели. Я не думаю, что они от этого пересадят себе еврейский мозг. Только наоборот, я думаю, что от этого можно только потерять интеллект, если вот так Талмуд читать на Промогах. Так что мы поговорим о Талмуде. Скажем, перевод Торы на другие языки и перевод пророков, он имеет какой-то смысл, хотя опять же нужно было бы знать и комментарии, и традиции, и все это очень проблематично, но все-таки перевод Торы и пророков на другие языки, он имеет какой-то смысл. Перевод Талмуда на другие языки не имеет ровным счетом никакого смысла, ничего понять нельзя. Так же, как передо мной положи книгу на китайском, к сожалению, очень хотел знать китайский, но совершенно не понимая иероглифов, положи передо мной книгу на китайском, такой же эффект положить Талмуд на любом языке перед человеком, который никогда не соприкасался с еврейской традицией, понимаете? Тем не менее, мы благодарны Штайнзельце и вам за перевод на русский. Это, да, нет, смотрите, Штайнзельце это несколько другое, он рассчитан на еврейскую аудиторию и это не просто перевод, там есть комментарии, комментарии подробные, рассчитанные на рассчитанные на человека, который будет изучать и в общем-то на человека, который живет в среде изучающих Тору, который может спросить, что-то выяснить, у него есть подстрочник, у него есть комментарии, которые позволяют изначальное такое понимание, дальше можно развиваться как-то, да, то есть в этом плане это не перевод, это перевод и комментарий, комментарий очень интересный, открывший дорогу возможность изучения людям, которые не учили Талмуд, тысячи людей присоединились к изучению Талмуда, но опять же это рассчитано все-таки на еврейскую среду, понимаете, просто взять и начать это долбить, как бы это очень трудно. Хорошо, ладно, вот ты очень, очень жалко, что нет вопросов, большое спасибо Ефиму за активный вопрос. Есть вопросы, да? Есть вопросы, конечно. Я же вы были раньше, давайте. А я слушал ваши ответы. Как вы считаете, есть ли смысл изучать круглый шрифт, потому что если за каждой буквой спрятан какой-то образ, то с изменением шрифта стало ли сложнее этот образ разглядеть? Ну вот идея тут такова, да, что как раз шрифт, который называется Ашури, и то, что на русский можно перевести ясный шрифт, да, именно этот шрифт содержит смысл. На этом шрифте, как мы видим из трактата Шаббат, были даны первые скрижали, к сожалению, как мы представляем себе, первые скрижали никто не увидел, они были разбиты, да, и этот шрифт был скрыт от нас, вторые скрижали были написаны круглым шрифтом, Маше принес их, да, и этот круглый шрифт стал и шрифтом Торы, записи Торы, и как бы шрифтом изучения Торы, вот, и шрифтом, который употреблялся в повседневной жизни, вплоть до возвращения из Вавилона. В Вавилоне о пророческом видении Даниэля был показан шрифт, можно сказать, новый, а можно сказать, старый, тот шрифт, который вернулся к нам, шрифт, который никто не видел при даровании первых скрижалей, он был возвращен через пророка Даниэля. Именно этот шрифт, в нем содержится смысл, его можно трактовать, да, вот, но не в круглом шрифте, да, во всем, конечно, есть смысл, но, вот этот шрифт о Шури, он специально, как бы, если так можно сказать, сделан так, для того, чтобы дать дополнительный смысл, дополнительное углубление, углубление в Тору, да, так что шрифт, круглый шрифт, круглый шрифт имеет в этом плане в миллион раз меньшее значение, да, то есть этот шрифт, это шрифт первых скрижалей, да, ладно, мы с вами, так, вот, появились вопросы в чате, или я не заметил, в чем пророческий смысл замены шрифта, да, скажу, мы этого касались на наших занятиях, да, скажем, когда человек соприкасается, когда человек соприкасается с Торой, он соприкасается с ней, так сказать, не только на сознательном, но и подсознательном уровне, да, буквы, это, буквы, как мы с вами представляем, это, как мы говорили, это знак, указывающий на, каждая буква укаживает на один из каналов связи с духовным миром, вот, на определенный канал связи, человек его не понимает, человек, можно, конечно, изучать и стараться понять, вывести это на уровень сознания, но даже, когда человек не понимает, его душа реагирует, когда он видит глазами буквы, поэтому есть рекомендации, которые не все исполняют, я в том числе ее не очень-то исполняю, но есть, рекомендация молиться по тексту, да, то есть иметь перед глазами текст не по памяти, а по тексту, считается, что это очень помогает, да, считается, помогает по некоторым причинам, скажем, я молюсь там без, без текста перед глазами, но считается, что текст помогает, в этом смысл замены шрифта, дать дополнительную силу, дополнительный какой-то свет, силы души, вот, человеку указать, указать на новую связь Всевышнего, скажем, или восстановление связи Всевышнего с душой человека, что должно ему помочь в новый период времени. Так, что мы с вами здесь видим, что у нас на корейский переведен, но честное слово лучше бы не переводили. Это нам пишет Женя, вот, Женя, по всей видимости, владеет корейским, я нет, да, хорошо, ладно, давайте мы с вами подведем черту, а то час уже поздний, я желаю всем и благополучия, и хорошего праздника, и всего-всего самого доброго, надеюсь, что все наши усилия в плане изучения Торы имеют положительное влияние и на нас, и на наше окружение, всего-всего самого доброго, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова